всем огромный привет дорогие друзья смотрите какое украшение я сплела из бисера делика очень красивый оказался бисер недавно выписывала из сайта бибикрафт я вам вот показывала они в таких баночках я очень осталась довольна и смотрите получилось такое вообразное колье узор нам уже знакомый но тем не менее я сегодня еще раз для новичков покажу как плетется один вот такой треугольничек вот и из этих треугольников можно составить разные композиции как вы видите у меня получилось такое в образное колье и я еще буду плести вот такие сережки к нему вот вторую пару будем плести вместе хотя тут все элементы видите они похожи но я немножечко тут в плане сочетания цветов вот смотрите если вы внимательно присмотритесь вы поймете что тут немножко они отличаются в цветах вот даже вот эти казалось бы похожие элементы они немножечко я вот тут поменяла цвета бисера и из за этого получается вот такой интересный рисунок вот ну кому интересно оставайтесь на канале будем плести один треугольник вместе вот такой потому что это и есть раппорт потом я их вот таким образом соединила между собой место соединения вам тоже буду показывать и потом тут уже я соединила просто на затылочную часть поставила цепочку вот получилось такое украшение если вас смущает вот эта тонкость изделия хотя для лета это очень даже хорошо вы можете в принципе сделать это изделие объемным но в двухслойным как бы поставить здесь не два бисера как у меня а поставить один и тогда получится он менее такой здесь пустой ну и получится изделие более такое весомое если вас вот смущает легкость изделия что тоже вполне может быть кому-то не понравится может вот ну давайте приступим и так у меня вот такой бисер делика трех цветов цветов может быть гораздо больше на ваше усмотрение так могут возникнуть вопросы можно ли плести из другого бисера конечно можно только результат будет другим не таким вот изящным и красивым получится вот эти элементы но тем не менее это возможно я даже думаю если взять например тоха 15 тоже может получиться ну очень даже неплохие украшения вот и так давайте приступим мы будем плести вот этот элемент потому что вот этот я уже сплела покажу как соединять вот и так плетение начинается вот середины кто ни разу не плел такие элементы давайте покажу хотя на канале уже много видео для начала берем три бисера так как у нас здесь треугольный элемент и давайте начнем спускаем на другой конец проходим по всей длине еще раз вот что у нас получается и соединяем узелком вот здесь у нас должен получиться вот такой треугольник и завязываем узелок вот что у нас должно получиться у меня нитки плетенка я поэтому вот одним узлом мне достаточно и проходим я просто потом пройдусь немножко и подпалю кончик отрежу вот что у нас должно получиться три бисера идем дальше теперь мы набираем по два бисера у меня пока идет вот такой красный и проходим следующий бисер и вот эти бисеринки нужно красиво уложить хотя в последующих рядах рядах они и так красиво могут лично лучше сразу вот так как бы косичкой они должны идти опять набираем два бисера и проходим следующий бисер ну пока не очень хорошо видно потому что не за что держаться вот видите нужно вот так как бы поправлять вот они вот так должны красиво уложиться лечь вот понятно теперь идем дальше опять два бисера и вот тут у нас следующий бисер и сразу поднимаемся вот так через два бисера получается все мы первый ряд завершили вот такая у нас получается работа пока идем дальше опять набираем два бисера и проходим следующий вот сюда тут очень темно мне кажется да и опять правильно вот так красиво укладываем и со временем они и так красиво лягут теперь между вот этими косичками мы будем вставлять один бисер у меня это черный и проходим вот сюда между косичками у нас пойдет мозаичное плетение бисер делико очень благодарный бисер благодарный и благородный поэтому плести с него очень даже приятно такой релакс получается вот так и плетем по кругу набрала я тут последний черный бисер и вот на стыке всегда мы поднимаемся через два бисера вот это очень важный момент вот что у нас получается вот и так где косичка набираем два бисера и проходим следующий и поправляем вот здесь сейчас я набираю золотой бисер прохожу в черный между косичками как я уже говорила идет мозаика такая по одному бисеру набираем и проходим следующий вот что у нас тут получается так дальше два красных бисера и в следующий поправляем немножечко вот и здесь по одному золотому бисеру я набирала вот так если вот чередовать черный и золотой получится полоски сейчас покажу вот в одном ряду я буду ставить черный бисер в другом ряду золотой в следующем опять черный если вот так делать то получится вот такие вот полоски видите вот черная полоска золотая полоска вот такие как бы лучи вот так получится если вы по-другому будете набирать получится другой рисунок не менее интересный вот ну вот так мне тоже очень понравилось и так по кругу набрала последний золотой бисер и на стыке обязательно поднимаемся через два бисера вот этот момент надо учитывать всегда вот вот что у нас получается сейчас я пропетляю уберу хвостик он будет мешать он нам не нужен ну и в этом ряду два края набрала вот я выбираю по черному серном один черный так что-то с камерой происходит пока не пойму опять снимаю я на новую вот я прошла черным цветом сейчас перехожу на следующий ряд и поменяют цвет бисера у меня сейчас пойдет золотой бисер и получаются такие вот полоски и вот так я плела так как сколько же я плела так смотрите я считала вот так пока вот этот бисер у меня не наберется 6 штук вот эти бисеринки я считала сейчас я наберу по 6 и к вам вернусь ну вот я тут сплела по 6 бисера смотрите вот раз два три 4 5 6 я вот так считала каждой стороне 6 и дальше у нас будет еще один последний ряд здесь я уже вышла вот из этой косички набираем только один бисер и уходим дальше просто как бы он завершающий вот такой пик получается здесь вот и дальше между ними как обычно плетем мозаикой у меня это будет черный цвет вот и это уже будет последний ряд в этом треугольнике вот и дальше я покажу как я соединяла вот такие детали ну первую деталь просто плетем завершаем его а когда уже плетем вторую деталь второй треугольник уже соединяем с первым треугольником сейчас я пройдусь и вам покажу набрала я последний черный бисер и вот так проходим тоже через вот эти два будем соединять с этой стороны для этого нам нужно про петля и пройти смотрите я вот как прохожу я вот через первый черный не соединяла я соединяла через 2 поэтому продвигаемся вперед вот так вот вот отсюда нужно выйти где вот два бисера у нас дальше набираем 2 у меня золотых бисера ой что то что там прилипло то вот два бисера я набрала я сейчас возьму так вот здесь я оставила хвостик чтобы потом петельку сделать вот так их кладу значит вот два бисера спускаю и здесь нахожу напротив те же два бисера вот здесь эти бисеринки красные ну ничего страшного вот так проходим через них вот здесь у нас два бисера видите приближаем и проходим через эти два бисера вот так проходим натягиваем это все должно натянуться вот так сильно и теперь опять проходим через тот же бисер из которого у нас выходит нитка здесь вот вот такое получается здесь соединение натягиваем вот чтобы должно получиться понятно да теперь идем вперед через вот бисер предыдущего ряда здесь не сложно и через передний бисер и опять набираем 2 и точно также соединяем я соединяла в пяти местах вот здесь мы напротив этого бисера находим аналогичный будет вот понятно да опять выходим через эти два бисера и точно также я думаю вы поняли вот такой получается элемент это для сережек у меня дальше я вышла вот здесь из этого пика набрала 3 бисера буду ставить швензу ну это кто как хочет можно через колечки если у вас есть тонкие колечки опять набираю 3 бисера и делаю круги буду укреплять и получается у меня вот так но сейчас я несколько раз пройдусь и получается такая петелька ну вот и все такие сережки у меня получились очень легкие приятные вот можно наделать кучу таких сережек ну как же я собирала колье давайте еще раз посмотрим может быть кому-то это еще будет интересно вот и сережки у меня видите точно такие же по рисунку здесь здесь я соединяла вот так потом вот так потом вот так но вы разберетесь это вообще не сложно ну и по рисунку еще раз можно посмотреть они у меня немножечко отличаются как я говорила видите вот хотя и серединка здесь красные все равно вот эти вот края немножко отличаются вот я начинала здесь золото а здесь начинала с черного даже вот так получается немножко разный рисунок и эти точно также видите тут начала золотая середина здесь у всех но начинала я в одном из черного а в другом из красного бисера и тоже вот какая-то разница все равно здесь есть и получилась у меня такая зебра так у меня изнанка оказывается вот такая зебра у меня получилось тоже весьма интересная вот и в итоге такой комплект ну все девочки всех благодарю за просмотр и всем желаю удачных красивых работ и до следующего видео пока пока